Я недавно пересмотрел Дорохи Дора и начал мангу читать. Ты прочитал? До определенных глав. Просто продолжение прочитал. И я выяснил, что оказывается Дорохи Дора не сильно оказывается... Популярные? По сюжетке нет. Манги, они где-то вырезают ненужные моменты. И они очень круто вырезают. Это про аниме, типа? Да, про аниме. В аниме, например... Ты же начинал полить? Я его недосорел. Ты Дорохи Дора недосмотрел? И не зашел? Ничего, это же такой. Ну, по идее, да. Он своеобразный. Он очень своеобразный. Я же предупреждал, что это странно. Манга тоже идет с 2000-х годов же. По 2018-й, если не ошибаюсь. И начальная рисовка манг первых глав, да, например. Там сколько я уже? 47 глав прочитал, например. Ну, это я перечитывал, потому что я думал, что не пропустил. А сколько там еще пишется, кажется? Нет, он уже в 2018-м полно завершенный. Ну, там немного. 150-120 что ли глав. Ну, короче, в итоге в чем? Рисовка изначально, я дальше не дошел, правда, но изначально рисовка немножко тяжеловатая. Она такая, знаешь, вот... Она грязная. Она грязная. Сложно разглядеть что-то, да? Там в контуре, короче, кого видно, четко-четко видно кого. Это только главных персонажей. А задние фоны, они немножко размыты, и все черно-черно-черно, короче. Не так, как, например, Атака Титанов, где там... Ну, в аниме это сохранено, кстати, братан. В аниме более-менее. Показывают же вот это нагромождение. Нет, с этим я не совсем согласен, но все равно рисовка в аниме очень крутая. По-моему, мапа рисовала. Нет, вот такая рисовка, да. Но потом ты такой, ну, это как будто часть стиля, это залетает, это не вызывает отторжения, и прикол ловишь с этого. Ну, там перца еще классно. Мне вообще нравится в этом, а ты не смотрел, можно уже спойлерить же, да, по идее. Там есть момент, когда они... Ты будешь рассматривать, и не понравилось? Да нет, наверное, конечно. Нет, просто же есть момент, когда главный герой... Нет, не скажу, что мне не понравилось. Помнишь персонажей, просто тяжко-то смотреть. Тяжко-то смотреть, но очень тяжело. Я первый раз, когда посмотрел, вроде неплохо. Я заварял, я сразу все посмотрел. Мне нравится визуал. Я сразу хотел видос сделать. Мне нравится образы, мне нравится визуал. Так ты же сделал видос. Да, да. Но это что-то как-то поистованию там очень как-то идет, очень тягомотно, как по мне. Не, мы же можем, да, перепрыгивать там, обсудили и дальше перепрыгиваем. Я, потому что перепрыгивать буду. Ну, перепрыгивай, да? Не, Асахар Титанов 4 хотел с вами еще обсудить. Мы с вами так и не обсудили финал. Что вы скажете? Я просто финал уже давно знаю, потому что мы не обсуждали его. Финал мы не обсуждали, потому что типа вот сейчас будет финал. В декабре он выйдет. Короче, расхайпили, по-моему, мнение. Да, думаешь? Слишком маркетинг хорошо сработал. И тебе не понравился финал? Ну, он типа, блин, я не в восторге от него. Я такой, я такой думаю, что как должно быть. Да, я такой, что это финал, который типа, ну, другого финала я здесь не вижу. Да, конечно, кому-то не понравилось. Но мне почему-то я не получил от него. Мне понравилось. Мне в манге понравилось, я такого, ну, позор, я не знаю. В принципе, я не от манги недалеко ушли. Я не ожидал слез от него, Диас. Типа такого, что я сидел. Ты ожидал больше, да? Ты прям просто, возможно, ты просто такой, знаешь, надумал себе там какие-то моменты, что будет вау-вау-вау-вау-вау, а в итоге там немножко не оправдались ожидания. Ну, как сказал великий футболист, российский футболист, ваши ожидания не мои проблемы, когда он играл то ли за Зенит, то ли за Арсенал. Типа такого. Кто-то сказал Аршавин? Аршавин, тебе смешно только. Да я футболу просто режу. Ну, смотри. Кто понял вообще, кто выкупил вдруг? Ну, расчистить, выкупил же он. Да. Ну, я, возможно, неправильно протестировал. Можно же, да, перескочить сейчас же, прямо сейчас? Финал не будем осуждать. А что у нас волейбол? Я волейбол, аниме классное. Есть что-то пойматься вообще? Фри Рен хотели обсудить. Ну, ты... Нет, это не общее. Ты не начинал, да? Ну, типа, я не начинал вот даже. Братан, ну, это, мне кажется, блин, ну, это прям надо смотреть, короче. Я посмотрю. Это прям необходимый просмотр. Это крутое, душевное, и к ничему не придраться, потому что каждая серия, она по-своему интересна, и нет такого, что вот начинаются первые три серии классные, а дальше четвёртая серия, она такая, знаешь, проседает. Каждая серия что-то преподносит, о чем ты знакомишься, и ты такой думаешь, клёвый. Вровишь настроение, короче, и... Ну, всё залетает, короче. И слёзы, и радость, да? Да, да, да. Подожди, а Манулог Фармацевта? Нет, я так не посоветую. Я другой же... Ты чё, это же два главных тайфла осени, наверное, конца осени. Да, по идее. Они вообще топные. Ну, я, кстати, пересмотрел Манулог Фармацевта, вот я закончил, и чтобы освежить память, я вот рассказывал же, что я сразу пересмотрел все 10 серий, и 10 серий мне залетели на раз. А вот 10 серия немножко уже посложнее пошла. Ну, вот, видишь, да, я... Почему я ставлю фрирен выше? У меня каждый раз, как только я начну её смотреть, я такой... Смотреть, и вот ты, блядь, не можешь остановиться и хочешь смотреть. А с Манулогом, нет, я пропускал по 2-3 серии, потом нагонял. Ты Манулог Фармацевта сокращаешь, как-то? Нет, конечно. Мф не сокращаешь. Пацаны, перерождение в слизь, по-моему, моё перерождение в слизь, никто не смотрел? Это твоя история личная, как это? Я много слышал, но не смотрел. Просто это разочарование в прошлого года. Орали, орали же жёстко с него. Сериал классный, но вышел полный метр, и он вообще не в тему. Расскажи, Диас, что это, что это? Это Исикай. Исикай? Классический Исикай, молодой человек, точнее, не молодой человек, который живёт... Он умер как-то. Его зарезали, он жил простой жизнью, у него не было. И переродился в слизь. Он, по-моему, у него никогда не было там ни девушки, он не мог знакомиться. Он превращается в слизь. Да, он превращается в слизь. В фэнтезийном мире, да? Да, и такой сразу начинает дружить с самым опасным существом, наверное, одним из самых опасных существом. А как, он общаться может? Разговаривать может, да? Да, они такие сразу, а там у него ещё голос такой, ты чё? И это, ну, слизняка такой. А слизь, как известно, не во всех, конечно, фэнтезийных мирах. Ну да, она такая низшая, тема какая. Она, да, бывает в некоторых мирах, где в Коносубе слизь, это очень дерзкая, потому что там один из генералов, из шести генералов был слизью. Слизью был, да, да, да. И он такой, типа, он же такой стоит, тоже такой, по клише судит, говорит, да слизь же, это же херня. И он такой превращается в слизь, такой, я тебя сейчас схалываю. Типа такой, а, Коносуба, третий сезон выходит. Третий сезон, наконец-то. Ты не смотрел Коносуба? Я не смотрел Коносуба, Диас. Не, посмотри Коносуба. Это разъем, это просто величайший разъем. Ну, очень смешно, это очень смешно, да. Это интересный мир. Я про Сакамото смотрел. Интересный персонаж. Я Сакамото, а что? Я Сакамото, а что? Да, я смотрел, но мне не понравилось. Мне не понравилось. Мне особо не понравилось, это тоже. А для пацан, который, короче, может все жесть. Ну, типа, его не могут ударить, потому что он идеален, короче. Короче, и все по нему относятся, но он такой... Его хотели подставить, и он там пожар делает, я особо не заметил. Нет, это очень старая анима. Ну, 2018-го, может быть. Что-то похожее есть в этот сезон. Я две серии посмотрел, мне не особо залетело. Я такой думаю, блин, я где-то что-то на тебе видел. Мне, Ера советовал, Сакамото, говорит, вообще, говорит, угар, говорит, просто. Ничего не говорит имя. Ера советует, и я такой, а, там. А ты Еру не знаешь? Ну, ты знаешь, да? Да. А, я не туда повернулся. Ну, блин, я не знаю, что Ера смотрит вообще. А, не, Ера орут с клинка. Не, ну, он все посмотрел. Жестко, да? Типа вот эти все. Чтобы тогда, вот, у меня для людей, которые жестко орут с клинка, ну, типа, как будто бы, я не знаю. А что ты на полный метр посолишь? Нет, так и не сходим. Не, ну, кто говорит, что это лучший Сеонен, кто говорит, что это вообще лучший сериал, кто говорит, что это на уровне Сатаки Титанов, вообще не согласен. Бой вообще нет ни разу, ни на уровне Сатаки Титанов. Ну, типа, не знаю, он такой. В эмоциональной планке больше... Плане. Точнее, плане, ладно, окей, сори. В эмоциональном плане клинок рассекающих демонов, он более вынуждающий, такой, знаешь, такой, ну, вот здесь поплачь, вот здесь провоцирующий, типа поплачь. А в атаке Титанов, да, манипулирующий. Кто-нибудь есть вариант? Накиньте, да? А этот лайками. А в атаке ты такой смотришь, смотришь, такой, я первую серию смотрю. Ма-на-фиг, мамку съедает, и ты такой, ма-у, типа, с первой серии, я потом вторую серию смотрю. Подожди, атака провоцирует, да? Атака из Титанов не провоцирует, она просто как нежданчик тебя, знаешь, вот такого нет. Так в этом же тоже родаки умирают в самом начале, всю семью перерезали, нахрен. Братан, ну, он такой, знаешь, чуть-чуть как будто понятно уже, понятно, что он пока вот он переночил, и ты только думаешь, блин, ну, прям понятно же, что клишированные. Типа, иди к бабушке, пирожи, отнеси до тебя. И что там прям, ты чувствуешь, что что-то сейчас случится. Ну, хотя да. А в Атаке Титанов ты такой сидишь, такой, вау, да, неужели, типа, чеховское ружье, все дела, вот эти, о чем мы уже до этого разговаривали, и ты такой, круто, круто ты такой. Лермонтовский портсигар, там. Я себе хочу портсигар, кстати. Клинок такой, средненький, как максимум. Ну, я не сказал бы средненький, но он просто для другого зрителя, братан, он для другого зрителя, наверное. Потому что второй сезон, мне все-таки мы с тобой согласны обоюдные. Деревня Кузнецов, да? А, это третий, это туфта. Деревня Кузнецов, это ужасно. Простите их, они не ведают. Фонарь, да? Я поэтому, братан, ты когда предложил мне посмотреть клинок? Деревня, нет. Самый корень, что я его не досмотрел. А, когда эту, что ли? Улица Красных Фонарей, по-моему, второй сезон называется, да? Квартал Красных Фонарей. Квартал. Вот это тема. Тут, 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 тут. Это классно. Особенно в конце боевка вот эта. Ну, больно, да? Это полный метод, да? Это хороший сезон. Нет, это не более полный метод. Ну все, типа, первый, он такой, он слишком банальный предсказуемый. Первый нормальный, он первый, знаешь, входящий такой, а вот второй прям топ. Третий вообще вата. Мне прям вообще лучше понравилось. Исходящий. И вот поэтому, типа, когда ты предложил смотреть клинок, про него что-то замутить, это вообще неинтересно. Мне не нравится клинок. Если возвращаться к Фри Рен, Фри Рен берет своим миром, как они показывают. Персонажи? Ну это Dungeons & Dragons, по сути. Ну не совсем. Не совсем. Просто мне нравится летоисчисления, да, как они делают? Это прикольный взгляд на фэнтези, короче, братан. Оно такое, ну это слой слуха про фэнтези, короче, в мире фэнтези, просто повседневность. Они двигаются, хуйней занимаются всякой, цветы могут собирать всю серию. Слайсы хавают, да? Слайсы хавают, да, они зиму переждают, слайсы себя наматили всю зиму. О, кстати, про слайсов этих. И при этом там много таких прям эпичных моментов, когда ты такой, о, да ну нафиг, типа, когда она свою силу демонстрирует. А, ну рамсы, да, короче? Ну там как бы не то, что рамсы. Она легендарная эльфийка, короче. Короче, ей она... У меня около, я ей в пароле кто-нибудь. Возможно и не тысяча, возможно и больше. Больше тысячи, типа тысяча два, да? Ну тысяча три с половиной, брат. Нет, с хвостиком. Она, короче, очень сильный маг. Она маг такой древний, который накапливал опыт, короче. При этом она талантливая, она ученица, там, жесткая волшебница. Типа, ля, мэро. Легендарный. Знаете, самое, что интересно, что интересно, она эльфийка, но она ученица человеческого особи. Да, да, человеческого мага. Который считается легендарным магом и чуть ли не первая на первой столбом он считается столбом. Про нее, короче, ходит легенда. Она, типа, герой национальный. Ее все знают. Вообще, многие поколения детей ее знают, потому что они убили короля тьмы. Короля демонов. С ее командой. И вот, и она, никто не знает, насколько она мощная. Ту магию, которую она знает, некоторые вообще, типа, до нее никогда не доходят. Типа, король демонов настолько был ложком, что она его... Нет, 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 король демонов... Просто наступил тот момент, когда нашелся такой маг и такая команда героев, которая смогла его победить, короче. Короче, она скрывает свои силы. И никто не может из магов, из опытнейших магов даже... Определить, насколько она сильная. Она свою ману скрывает. Да, она... У нее есть какая-то определенная способность, которая скрывает ману, да. Но, когда вот та эльфийка, которая... Эти, как это называется? Книги, не книги, как она... Всы, всы. Нет, та эльфийка же, которая же есть. Зерри, зерри. Она, короче, она тоже сказала, что только смог определить ты, своей мощнику, и король демонов, короче, только смог определить, насколько она сильная только с первого взгляда, типа. Короче, у каждого мага есть аура его маны, она такая, знаешь, типа, чакры. У кого-то она жестко вибрирует, короче, да, видно энергии, ну типа, да, 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 да. Чем больше вибрирует, тем сильнее человек, да, 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 да. И этот... А Фрирен умеет делать так, что у нее вообще за пределы тела, короче, вот эта тема не выскальзывает. И они смотрят на нее, как будто у нее вообще нету маны, как будто она супер слабая. А она настолько это все скрывать умеет. Самое интересное просто ее настроение и поведение, знаешь, что ее считают чертофаном, и она такая, ну ладно, я чертофан, и ушла, знаешь, ей плевать, ей плевать, нет, ну знаешь, она приземленная в плане... Все гонятся маги за тем, что мы хотим быть мощными, типа, демонстрируют свою силу. Магия и мускулы, да, типа? Нет, нет, не совсем. А она такая, ей вообще поборо... Нет, я про ситуацию запарил. То, что все хотят власть, а он просто сильный такой. Нет, 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 нет. Нет, 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 она просто, она даже не наслаждается тем, что она сильная, ну ей просто это не надо сказать. Она наслаждается самыми простыми, цветовыми магиями. У нее любимое заклинание из всех за тысячу лет, которые она узнала, это вырастить цветочную поляну, короче. По меркам магов, типа, это супер бесполезное знание. Оно требует, типа, определенное количество маны, но его надо запоминать. Огонь, да там, цунами. Ну типа, да, вообще что-то меняющее законы физики. А она такую тему умеет делать, но ей она не особо интересна. Силу опыта ее, то, что она прошла по подземелям, там 10 лет они путешествовали, и она, знаешь, умеет классно различать, точнее не различать, использовать чужую силу. То есть она смотрит, видит, говорит, вот ты, оказывается, ты вот эту, да, обладаешь? Она шагит, короче, жестко. Она может тебя направить круто. Короче, она внутренний бестиарий, да? Но изначально она, кстати, сопоцентария. Кстати, тебе нужно посмотреть. Надо изучать, короче. Это, знаешь, это рассказывать можно много-много. Да, да, братан, мы можем... Я давно такого атмосферного аниме не смотрел, я смотрю первую серию, я думаю, вау. Короче. Потом вторая серия идет, и я такой, вау, надо посмотреть. И в первой серии там... Я вообще после твоего ролика присел такой, надо посмотреть. Много вау моментов. Надо посмотреть, надо посмотреть. Но я отвлекся на ниндзя Камуи. Не знаю, я еще не смотрел. Я первую серию попалил сегодня, вот же, вот сегодня. Вот можем ниндзя Камуи, по-моему. Ну, Камуи, извините, Камуи режет слух. Я Камуи... Камуи, говорится, не за Камуи, типа. Ну, не знаю, даже в самом озвучке, который я смотрю... Камуи, да, говорят Камуи? Они говорят Камуи. Не, ну это не говорит о том, что они... Я понимаю, но это допустимо... Это как Наруто, знаешь, в Наруто вначале говорили... Нет, не Шипутэм, в Наруто какие-то тоже. Опять, Наруто, возвращайся. Вообще не обходится. А вообще в Японии куда слух ставят? Наруто. Хиде, така, Ниятзаки. Там вообще много... У них бывает такое, что двойной слух. Как будто двойной слух. Это для русского человека сложно понять. Это как у нас просто езжим в вымени. Но у них как будто два раза акцент. И что, как тебе, короче, ниндзя? Sorry, Диас. Я просто поговорить хочу, а то у вас рты пересохли, пацаны. Хребни лимонаду. Тебе нравится? До сих пор ты все серии посмотрел? Я посмотрел вот сколько там. Пять серий. Нет, пять серий. Эти две не попалил. Семь, в общем, да? Короче, я посмотрел тот момент, когда... Не-не-не, я одну только посмотрел. А, извините, ладно, окей. Короче, я пять серий посмотрел. И что, тебе нравится? Да. Орёшь прям жёстко, да? Блин, ну прям классно. Мне прям прикалывают. Просто я по первой серии... Она короче проседает. Я думаю, что ему тоже понравится. Она короче проседает, но к концу серии она всегда вот как будто, знаешь, такой... Блин, даже по первой серии как будто всё, что не связано с боями и вообще с экшеном, оно очень посредственно сделано. Оно такое какое-то, не знаю, максимально... Ну, максимально шаблонное. Я понимаю, что это как будто бы стандартная история о месте сначала, как подаётся нам, но как будто супер шаблонно. Он вот эти флешбеки с детьми, там типа счастливый их пару моментов, я запомнился своим сыном и женой. Кайф. Он этот, ну, не знаю... Да, это работает. Три раза за серию это показывается, одни и те же кадры, и нет, как будто слишком навязчиво как-то. Можно было тоньше всё это обернуть. Постановка в целом не боевых сцен, ну, такая она мне не зашла. Бас, чем магическая битва или нет? Я не смотрел магическую битву. Ну, тут видишь, тут на серьёзных шахтах же вся хуйня. Или то, что там магия, она даёт всё. А там, да, тут же заявляется, как что-то приземлённое. И мне не особо понравилось, что типа этот... Чё, печати делают? Чё за печати? Магическая битва есть печати. А, печати, ладно, хотя бы печати делают, он хотя бы не произносит. Ну, тоже печати. Хотя бы ничего не произносит, не позарит. Нет, там, короче, в третьей чуть дальше будет объяснения небольшие тем и новые введения. Кстати, всего 6 серий вышло же, да? На дальнейшем. 7, кажется, 7 уже. Всего 12, по-моему, заявлено. Либо 9. Короче, поднятие... 28 серий. Поднятие уровня в одиночку, бацаны. Нет, чё, ниндзя, кому? Мы же и не обсудили ничего. Ну, я не хочу рассказать, потому что я не смотрел. Ну, он типа не этот, я поэту. Ну, в целом, короче, я... Ладно, знаешь, да, я продолжу смотреть, но... Если бы вот ты не орал, если бы я ещё где-то не слышал, я как будто бы не пошёл дальше в первую серию. Поднятие уровня в одиночку... Вот, поднятие уровня в одиночку, я выключил на середине. Начнём с того, что это вообще от манхвы. Короче, я читаю сейчас манхву на 185-й главе. Серьёзно? Да. Какие мамы, ты монстры. Я её поглотил, короче... А, ты же говорил, что они короткие, да? Они короткие, да. Я её поглотил там за 3 дня до 179. И вот потом остановился, начал другое читать, и вот сейчас начал... Для понимания, обычная манга, пацаны, типа, идёт по 25- выше серии. Она вообще закончена сейчас, да. А, оказывается, манхва идёт от 10-ти, вот именно это, типа... Ну, если чё, не удивляйтесь, что он, типа... Ну, хотя он всё равно монстр. Никто ничего не понял. Не, она ли хочет... Короче, это вообще просто... Это убийство, пацаны. Чё, типа, тема? Вообще сумасшествие, блин, вполне... Я просто слышал, что все говорят, что в дальнейшем... Я слышал, что наоборот, типа, в дальнейшем превращается вообще в какую-то... Не-не-не-не, наоборот, наоборот, я тоже слышал, что наоборот... Короче, да, я вот сейчас вот, да. В чём прикол? Ну, изначально она уже какая-то, знаешь, не сильно, не сильно, не сильно, там прям вау, потому что интересно. Не спорил, бои прикольные. Ну, я уже как будто видел такое, и мне что-то в таком же исполнении опять неохота смотреть. Вот эти S, A, ранги, не знаю, я такой... Нет, ладно, хорошо, давай обойдём этот момент. Я в плане, если он становится чересчур имбовый какой-то. Вот эта тема, да, говорят, что прям вообще не этот... Нет, она, короче... Зарядка сначала интересная, а потом... Коры в чём вообще? Глата превращается. Понятно, что главный герой, будучи слабым, станет в итоге самым сильным. Это изначально понятно. Но в чём, короче, я нашёл магию... Ну, не магию, ладно, это громко сказано. Мускул. Короче, чё мне понравилось в аниме, что зацепило. Я давно не смотрел такие темы, которые... А-ля, когда ты смотришь на рост персонажа, и тебе закидывают всяческие темы на то, что этот рост произойдёт. И ты смотришь такой, а блин, какой твой типа предел? И там в натуре там просто настолько, что... Типа для тебя вот он там что-то замутил кинжалом, ты такой, е-бой, нифига он могёт. Ну типа по сравнению с тем, кем он был, ты типа орёшь с этого. И каждый раз тебя вот просто как в арифметической прогрессии закидывают. Каким он типа становится сильным. И это прям вот такое внутреннее ребяческое удовольствие, короче. Когда ты просто палишь. Даже ты не переживаешь за персонажа. Нет такого, ты сидишь там типа и думаешь, вот он сейчас может типа умереть. Хотя есть там типа враги, которые... Ну это же просто суперстандартный сон, где вот чувак идёт и всё. И кто бы ему не встречался, он всех побеждает. Ты уверен, что с ним ничего не может произойти? Санечка, ты нервничай, нормально всё? Я нервничаю? Вообще не шатаешься. Но там коры, короче... Нет, там... Блин, как сказать? Короче, как в атаке титанов. А ты смотришь тоже? Я смотрю, да. Ну я то, что вот мангу этот. Неплохо, но я не в восторге. Я просто смотрю, знаешь, потому что нечего другое смотреть. Просто на завтрак. А он месяц назад не так говорил. Нет. Сначала мне три серии. Тему, тему, обрёт. Тему, да, да, тему. Три серии нравилось. Потом такой смотрю дальше, дальше. А потом такой думаю, блин, ну... Короче, там и серия атаки титанов. Не в конце чего. Когда ты думаешь, что, ну, короче, тебе дают вот предлагаемые обстоятельства. Типа, есть стена, есть титаны. И, грубо говоря, этой информацией мы довольствуемся. И в этой информации мы, типа, живём. Но потом идёт такая тема, что... А что же там, типа, за океаном? Не, ну тут-то нет такого, что... Давайте попалим, короче. Эрин самый сильный, вообще всех разносит. Нет-нет-нет, я вообще говорю, вот, есть вот такой элемент. Реконструкция, ты имеешь в виду в плане. Но это же просто, ты хочешь мир узнавать. Ну вот, то, что мир, короче, тебе вот дают дозированную информацию. И потом она уходит, короче, в другую тему вообще. И когда эта тема завершается, приходит, короче, третья тема, пацаны. Вот она в манге сейчас началась. Ты единая святая Русь, да, это? Тихо. Вообще, короче, идёт совершенно другое. С другого, короче, этого. С другой призмы ты, типа, на всё это смотришь. И это прям коры, короче. Смотреть ты, короче, не будешь. Нет-нет, я же дропнул, всё, мне не нравится. Просто не знаю, у меня Фронтир Шангрила такой же. Не, я продолжу смотреть, мне интересно, что будет дальше просто. Коносу, 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 коносу такая. Сезон, как можно, неинтересно, может закончиться. Просто не знаю. Манга, это вообще просто кайф. Я не могу так вот, как Диасу тоже. Мне даже Магическая битва кажется слабой с этой стороны. Не, Магическая битва это топ. А, Магическая битва всяко пизжена, наверное, чем вот эта тема. Не, я думаю, наверное. Оширение территории. Ну, я не знаю, не смотрю. Да, он классный. У него очень классная озвучка. Что, мне понравилось? Пожучить? Пожучить, да. Чуть-чуть слегка пожучить. Я, кстати, больше любитель смотреть в хорошие озвучки. Если есть в плохой озвучке, я смотрю с субтитрами, но очень редко. Какой озвучок посыл? Я не люблю пойти почти себя. Они либрия, они даб, например, они даб в этом коносу бы я не посадил. Каносу бы чувствовал. Вообще они даб, это вышка, они вообще там разворвали. Это как кубик в кубе, да, у некоторых? Ну, что-то на подобии, да. Блин, не знаю, неправильно. Нет, именно там они попали 10 из 10. Там много отсебятины, короче. Вообще, может быть, смысл, наверное, даже не скажу вам. Но этот озвученный. Озвученный классный. Аля, они такое... Бесполезная гения там что-то такое. Они такие небашят. Не, а когда Аква ноет и вот этого уговаривают, типа, о чем-нибудь замучить. Вообще же коры. Как же его? Бляд, на языке вертится его. Кадзума, Кадзума. Ну да, остановись в Кадзума. Кадзума, Кадзумусик. Мусик. Да, да, да. Кадзумусик. Они Наруто переводили, да, тоже? Они, да, по-моему, что я тоже переводили. Потому что я тоже переводили. Тобик, когда в маске еще был. Да, они еще переводили Баруто, и он такой... Ну что, а ты Саски, он заканчивается? Шипуден, блядь, какой Шипуден. Не, Коносуба, Коносуба, тема ураганы и хроники. Этот же еще выходит в апреле. Это же легендарная звучит. Тоже в начале апреля вместе с Коносубой, там разлет небольшой. Реинкарнация безработного продолжения. Да, Реинкарнация я жду. Мне понравилось Реинкарнация. Мне тоже понравилось второе сезон. В целом он слабее, чем первый сезон, потому что первый нам много интереснее. А второй, он, знаешь, немножко чем напоминает викингов, где более уже экшена меньше, больше разбирательства в себе. Но не настолько, типа, все равно Винланд. Нет, конечно, Винланд очень много бачи. Я вообще пример привел. Ну да, 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 другого восприятия. Восприятие. И тоже много отвалилось же фанатов первого сезона. Они такие, что вообще вата. Единственное, мне не нравится чересчур много пошлины, можно сказать. Так в этом набор сократили? В первом же еще больше было. В первом еще больше было, во втором еще меньше, но во втором... Он же и вырос, тем более. Я просто ожидал чуть больше, просто во втором ты хотел, естественно, сказать, да ты же величайший волшебник, почему ты тупишь, почему ты не уверен в себе, у него же много очень... Ну, согласен, он ребенок, вне зависимости от того, что он переродился, он не прожил предыдущую жизнь. Ну да, он такой-то такой начинает. Да, он же там был же этим, хики же был, хики за дротом. А тут такой, и в этом мире, где только у него начало что-то получаться, он нашел друзей, он нашел любовь, нашел какой-то смысл жизни. И тут бац, ему у него все вломает во время его странствий, путешествий. И он такой, ну все равно, я думаю, что как бы он немножко повел себя нелогично. Ну, может быть. Он же очень сильный волшебник же, на самом деле, он же талантливый волшебник. Ну ты же сам говоришь, он же такой, типа у него ментальный... Ментальный срыв. Ментальное взросление, типа невозможно, степило. Есть в команде Итадории, его напарник, к сожалению, забыл, как его зовут, его в свое время признал, сказал, что я тебя убивать не буду, потому что это очень интересный персонаж. Он его клана какого-то еще, типа, да, кажется? Да, клан, хотя я уже просто давно смотрел. Тихо. И один из топовых кланов мира магии, там, из среди магов, точнее. Это который вот этот, черноволосый, типа? Да, черноволосый тип, который вызывает, призывает, там, птицу какую-то определенную, что-то там, собак у него, и собаки есть, короче. Вот, у него есть отец, который вообще, на самом деле, не имел проклятых техник, и у него просто было проклятие на нем, и плагать, что он видел. Но без этого, я не представляю, насколько он был, он был силен, если бы он имел бы проклятые техники, типа. Потому что он дико силен. Типа имбайд. И вот он дрался со своим сыном. Когда с кроликами был Рамс еще, да? В этой, в этой битве, да, часть битвы. Второй сезон, второй сезон. Ну да, да, вот они с ним дрались, и она мутила кроликов. Или, а, он мутил кроликов. Нет, он не мутил кроликов, он не мутил кроликов. Они какие-то попоталы открыли, точно, 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 да. Вот эта битва, да? И он в конце еще, он такой подходит, говорит, я надеюсь, не спойлерю, потому что никакого спойлера нет, потому что многие смотрели. Да. Просто я давно смотрел его. И он такой стоит, говорит, ты, говорит, из клана тот-то-то, тебя же зовут тот. И он понимает, что это его сын. И он такой, знаешь, нож такой в себе вот так. Да, да, да. И такой умирает. Да, да, да. И я такой думаю, блин, вот из-за этого момента, потому что я очень ждал долго этот момент, я примерно, я манку, к сожалению, не читал. Нет, просто тебе приснился этот момент, да? Нет, я просто, я так и думал, что скорее всего, когда-нибудь, наверное, они состыкутся. Да, что, потому что там немножко к этому как будто ведет. Рамс без единого выстрела, да, пойди. Рамс из-за этого мне понравился в плане, в целом. Драматичность, ну, драматичность. Да, да, и он такой, знаешь, проигрывает. А, это топ Рамс. Это его топ Рамс, да, все это время. Ну, вообще, топ Рамс еще у него есть, когда он вызывает, короче, ты должен вызвать одного демона, но при этом ты отдаешь, плачешь не чакрой, а... Платишь? Платишь своей жизненной силой. Ага. Ну, ты выполняешь эту магию. В плане своей жизненной силы. И он вызывает какое-то проклятие против сильнейшего, когда Итадори потеряет контроль. Так, как его звали? Я не вспомнил. Да ладно, Тейкацу, может? Нет, 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 не Тейкацу. У него Кента, да? Нет, не Кента, Итадори, в каком селился у него Сукуба? Нет, Сукуна, Сукуна, Сукуна. Я думаю, ты вспоминаешь, как Кента звали. Супруга у него была. У него супруга была, да, брат? Сукуна, да. Сука, да? Супруга Сукуб у него. Сукуна, когда просыпается, и вот он против него махается, и он такой вызывает, и он такой... А, не против него махается, а против этого махается. С горшком же? Нет, который с ножиком же ходит, который убивает же, направо-налево такой. Эй, с косичкой. С косичкой. А-а-а-а. У него, типа, вулкан на башне. А ты досмотрел серию, когда умирает вот этот желтоволосый? Не-не-не, я знаю, что это уже культовый момент, его где-то расфигачили. Он знаешь, он такой подходит, такой... Но я не досмотрел. Еще есть вот этот крутой, распиаренный... Ну, не распиаренный, он вообще на самом деле крутой актер. Он запутрижает. Крутой дубляжа, который озвучивает этого именно персонажа. Он просто вот у него видео есть в Инстаграме, везде в ТикТоке гуляет, и он такой... Та-та-та-та. Прощай. И уходит, короче, типа, гулять. Очень он такой... И все... Где он умирает? Да, и все-таки, типа, все ва... Никто еще не знал, да? Нет, он знает. Он же в чью-то, в территорию же попал. Там было какое-то море. Вот где-то он там двигался. Нет, до моря, нет. Да-да-да-да-да, это... Нет, они его разъебут. Они разъебут благодаря вот этому... Отцу, отцу. Как раз отцу, блядь. К сожалению, прошу прощения, имен не помню. Они благодаря вот отцу этого пацана разъебут его. Они проебывают жестко. Да-да-да. Они потеряют шанс съебаться, типа. А потом они... Он начинает махаться с этим, который такой... из проклятия, с проклятием, который может вот воздействовать на тебя, на твою душу и видоизменять ее. Какая-то, что-то такое, не помню. Ну, ты даже чувак, что есть, в первом сезоне еще был, который вот такой, знаешь, большеглазый такой, с косичкой, и он такой говорит, я, Итодорий, к тебе иду. Такой сшитый какой-то вид, да? Да-да-да, весь сшитый такой, и он может видоизменять душу, короче, прикоснувшись к тебе, потому что у него там какая-то свое проклятие. Но в целом мне понравилось, потому что я, к сожалению, прочитал, ну, как прочитал, пролистал где-то в обзоре у кого-то последние сезоны, последней серии манги, и я такой примерно знаю, чем заканчивается, я знаю, что станет с Этодори, я знаю, что станет с Годжи. А манга закончена, да? А манга закончена, да? В манге, по-моему, возможно, закончена, а аниме еще не все. Аниме, по-моему, выходит полный метр, если я не ошибаюсь. Аниме планирует полный метр. Ну, не знаю, магически нет. Сколько там еще сезонов? Пять? Сезон три, мне кажется, еще двух. Ну, в общем, еще три, но в общем, пять. Ну, говорят, ставят на пять сезонов, что, типа, за пять сезонов можно охватить все эти события. Мне знаешь, что понравилось? Мне первое, что запомнилось. Не с точки зрения там визуала и вообще боевки, экшена, а тоже как это, как вау-момент, это вот во фрирен. Посередине где-то с десятой серии. С генералом, с генералом, с генеральшей, да? Да-да-да-да. Там легенды ходили тоже, что какая-то... Демоница. Демоница, да, жесткая. Что она вообще всех кошмарит. Одна из правых рук, одна из генералов, короля демонов. Одна из генералов. Одна из шести, по-моему, или что такое? Она управляет армией, типа, мертвых. Ну, вообще, кошмарит земли. И фрирен пошла с ней биться. И та такая, а у нее, типа, этот... Она как мутит? Она может вообще закошмарить тебя, ну, типа, убивать. А она мутит, короче, этот... Она может на весах взвешивать, типа, вот этот уровень маны твоей. И обычно она, типа, тоже древние, там, лет, ну, 300. У нее много, значит. У нее много, типа, никто не выгребает, типа, и она тогда этот... Ну, типа, она так... Она как судья, короче. Я здесь не перебил. Даже она не заметила, помнишь, что у фрирен... Да-да-да, она сначала не заметила такая. И она, она так, типа, видит. И она такая, знает, ну, на кого можно жестко прям залупаться. А кто, типа, этот, проиграет по-любому. И она на фрирен посмотрела. Ну, там, еле-еле что-то, может, заметила. И то, наверное, ничего не заметила. И она думала, что вообще она просто сейчас весами ее расфигачит. А кто побеждает по мане, тот, типа, этот... Тот подчиняется, короче. Ты его подчиняешь, по-моему, себе, можешь, ну, делать с ним, что захочешь. Такая магия. Просто приказываешь ему, что сделать, убей себя, там. И она такая, да погнали, говорит, и начинает взвешивать. И фрирен просто вообще уничтожает весы. Она такая, что, как? И она ей показывает свою истинную ману. И там просто, знаешь, братан, она как будто на многие километры вот такая аура вырастает. Ну, она прям вообще, она еще такая активная, офигачит. И та такая, как? Этого не может быть. Она бах, их обратно схлопывает. Если рассуждать о силе фрирен, мне кажется, фрирен способна расхерачить одним заклинанием целый город. Да, да, мне кажется, у нее в запасе. Она вообще много на счет способна, да. Потому что вот бой, последний бой во втором сезоне, а, ой, втором сезоне, не говорю. Подожди, и вот этот, как его. Весь вау, мангеншот. Мы ни о чем не поговорили, просто. И она такая, расфигачивают вот эту тему, та офигевает, и она, получается, все, ну, по магии вот этих весов, она теперь ее приказы выполняет. А, серьезно? И та такая просто выходит, такая, убей себя, говорит. И та сама себя убивает. А, ничего. И она выкатывает. Ну, дерзко вот это убей себя. Да, очень дерзко. Ну, в плане того, что дерзко, в чем дерзость? Потому что фрирен все время такая ходила здесь, и такая, а, че? Она там где-то, что-то там застревает где-то, что-то там просыпает. Да, она тупит, короче. Она как ребенок вообще, да. Она, типа, любит поспать, ее каждый раз мимики хавают. Она, типа, любит в сундуки забираться, а не может мимиков отличать. Короче, Dungeons & Dragons в итоге. Ну, типа, она супермаг, но в каких-то бытовых вещах она иногда, типа, этот, ну, тупит, не понимает. Блин, я не знаю, я тоже мало смотрел всяких различных этих, но единственное, что мне запомнилось, это, короче, сага о Винленде, второй сезон, битва Торфена со змеем. Ну, хороший бой, да. Соземнем, очень крутой бой. Тоже, знаешь, там, тоже хотелось, полудраматический. Тоже хотелось там такой, ну, ты, братан, ты же, блядь, ну, типа, на раз-два же его сделаешь. Ну, блин, хотелось бы, чтобы он постоянно такой. Я хотел, чтобы он постоянно такой. Типа, знаешь, шок-контент хотелось, типа, вау, ты чё? Да, 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 да. Но мне пора, что змей признал вот это. Ну, типа, он такой, э, нифига, чё это за стойка, типа, я не понимаю, что. Вот это, наверное. Да, он сразу же выкупил, что, наверное, скорее всего, с маленькими мячами дрался. Ну, сто ударов тоже сильно так-то, очень жёстко. Сто ударов. Ну, это не совсем рано. Не, в принципе, сегодняшний подкаст такой, знаешь, получился сумбурный. Эмоциональный, да? Сумбурный, эмоциональный, потому что давно не собирались. Да, да, да. И такой просто вот на эмоциях чисто поделились тем, что мы смотрели. Просто каждый вечер такой. Просто поймайте вайп.